Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Запишу влог, давно их не было, тем более влог о посылках. У нас сегодня ужаснейшая погода. 7 июня на календаре. У нас то плюс 5, то плюс 6 колеблется как-то в этом районе и дождь. Я одела сегодня теплый свитер. Кстати, я только что гуляла с дочкой. И вот приехал мой папенька. Он решил подвезти меня на почту. И, кстати, я заказала Фаберлик. Да, снова зарегистрировалась, потому что прошлая регистрация, по-моему, пропала. И, в общем-то, сейчас я еду за посылкой. Вот здесь, видите, у меня уже стоит коробка. Большая такая. Вот, смотрите, прям огромная. И потом обязательно вам покажу наполнение этой коробочки. Да, Антош, не выходи на улицу. Почему дети такие непослушные? И в самую погоду, такую мерзкую, противную, когда взрослым, наоборот, хочется сидеть дома, они почему-то лезут на улицу. Вот хочется им. Все, сажусь в машину. Едем за посылками. Потом будем также вместе с вами распаковывать. Уже сбегала на почту, в машину погрузила посылки. Видите, там такой большой мешок и две коробочки. Одна из них коробочка красоты Эльбокс. Я так, судя по вензилям на коробке, поняла еще один мой заказ с сайта Топ Крим. Я там корейскую косметику очень часто заказываю. И заказ всякой одежды из Бон Прикс. Кое-что для себя, для Антошки, для Даши. Так что сейчас приеду, самое интересное, что же там. Потому что на картинке, как правило, одно, в реальности может быть совершенно другое качество. Мне нравится иногда заказывать там, потому что можно сделать возврат без проблем. И деньги тут же возвращаются в виде почтового перевода практически в течение недели. Все, и сейчас попробуем заехать еще за Фаберлик. Если там офис не закрылся, то успею забрать свой заказ. Поднимаюсь, я иду за Фаберликом. Первый раз я здесь никогда не была. Все, Фаберлик я свой тоже забрала. Помимо косметики, я там заказывала много гелей для душа. Есть и без такой пунктик. Я люблю пробовать разные гели, тем более, ну здесь прям они копеечные. Многие говорят о них, что они классные. Я никогда не пробовала от Фаберлик гели, поэтому решила приобрести на пробу. Также я взяла две нюдовых помадки. Покажу вам тоже обязательно. И три средства бытовой химии. Два пузырька, средства для чистки унитаза, потому что оно классное. И взяла для чистки духовок. У меня был пробник, понравился, поэтому решила взять полноразмерку. Больше с бытовой химией брать ничего не стала. Не стала рисковать. И впервые я решила попробовать заказать одежду. Здесь вот кое-что для Антошки. Не помню, для Даши я что-то брала. Мне кажется, здесь все для Антошки. Ну, в общем, посмотрю. И, конечно же, новый каталог тоже мне вложили. Так что приеду домой и обязательно распакую вместе с вами. И вот посмотрите, что творится у меня дома. Это все коробки-коробки, посылки. Антон, кстати, уже без меня скрыл эту большую коробку из Азона. Хотела сделать я это сама вместе с вами, но, как видите, и все это сделалось из-за вот таких вот зверьков. Собирает он коллекцию. Господи, какие мелочевки стоят безумных денег. Причем вот это не одно, не отломилось ухо, второй просто так прижато. У нас тут Анфиса забежала, да, жука нашел. И вот здесь вот у меня в коробочке из Азона всякие там хозяйственные вещи. Самое важное, я заказала себе хула-хоп с магнитными вставками. У меня был обычный обруч такой, знаете, металлический. Ну, какой-то он очень легкий и даже забавный укрутить. Толку никакого. В общем, я решила попробовать вот такой. Стоит он 1040, что ли. Он разборный. Соберу, посмотрю. Ну, тут разные всякие штуки. Шапки для бани, всякие коврики для бани. Что-то у меня еще. Что-то еще. Подарок. Сори. Такая штучка. Это крепление для пакетиков. То есть, как, может быть, видели в медицинских центрах, где такая штучка. Штетенция висит на стене и там бахилы заткнуты. И еще я тут заказала новую для себя бытовую химию. Какую-то нашу российскую. Экологичная марка. И стоит прям совсем что-то бюджетно. Захотелось мне попробовать. Вот здесь вот вазоны. Такие трехъярусные. Я взяла две коробки. Буду сажать цветочки, чтобы все это каскадом спадало в белом цвете у меня. Но потом я, наверное, на канале Дела Огородные покажу это все. Сейчас не буду тратить время. Так, что тут у меня еще? Вот она коробочка Эльбокс. Ой, распакуем. Здесь, осторожно, осторожно, написано, да. Это как раз из Новосибирска мне пришла посылка корейской косметики. Я кое-что внизу вам заказала. Тоже покажу вам. А вот этот огромный мешок это вещи Бон Прикс и вещи Фаберлик. И давайте вместе с вами еще коробочку Фаберлик распакуем. Я вам покажу, что я заказала. Я взяла мыло. Конечно же, я набрала мыло, потому что многие мои домашние любят мыть руки обычным мылом. Я взяла с молоком кокоса и гибискусом. Называется Балийская идиллия. Не пробовала, не знаю. Взяла сразу много. Пять кустов. Не знаю, много это немного. Для меня это нормально. Вот оно, средство для чистки туалета. Новая формула. Я не помню, у меня была новая формула или нет. Но очень приятный аромат и так неплохо чистит. Поэтому сразу взяла две упаковки. Достойное средство. У Фаберлик ничего не скажешь. Еще одно. Это средство для чистки духовок. Я уже сказала, что был пробник и мне понравилось. Целая батарея гелей для душа. Маска Гордерика. Драгоценная маска красоты. Тоже много слышала у девчонок положительных отзывов на нее. Поэтому решила взять. Я так сейчас из ухода особо, ну, за лицом ничего новенького не покупаю. Особенно неизвестного мне. Вот. Но тут решила попробовать. Из гелей для душа. Линейка Бьюти Кафе. Мятный шоколад. Следующая спелая смородина. Ароматная земляника. Что тут? Малина и белый шоколад. Гель-крем для душа. Из серии... Из серии Оранжерея. Юный Османдус. Так, здесь опять у меня Бьюти Кафе. Это вишневый конфитюр. Тоже от девчонок много положительного слышала. Поэтому взяла две бутылки. В общем, как с ума сошла. И еще из Оранжерея. Пионы Лилия. По-моему, новинка у них. Вот решила взять на затест. И из декоративной косметики. А, да, еще не показала вам. Вот такой вот флакон. Это Балийская идиллия. Молоко, кокосы и гибискус. Многие скажут, куда? Куда тебе столько гелей для душа? Не знаю сама. Но это продукт такой востребованный каждый день. Поэтому, я думаю, что используем. Нас много. Поэтому, может, кому подарю. Там видно будет. И две помады. Такие вот стандартные помады. Одна из них в оттенке. Номер у нее 41052. Такая вот нюд. Немножко уходящая. Сиреневый. Какой-то сиреневатый подтон есть. И вторая помада, которую очень и очень хвалит Татьяна Х41056. Это ее любимая помада. Кофе с молоком называется оттенок. Поэтому я решила... Мне тоже надо попробовать. Качество этих помад неплохое. Я ими была довольна. У меня была одна помада. Мне не подошел оттенок. Поэтому я с ней рассталась. А так, по качеству они очень мягкие, приятные. Губы не сушат. Поэтому вот так. Складываю все назад. А вещи из Фаберлик, наверное, я вам покажу в отдельном видео. Это будет видео о покупках детской одежды. Тем более, я планирую записать такое видео, опять же, в виде влога. И давайте покажу вам при дневном освещении. Открыла я помады от Фаберлик. Уже одну нанесла на губы. Вот этот черничный морс. Но она совсем не черничная. Видите? Больше такая оттенок пыльной розы, что ли. Да, как-то так. И вот на руке у меня сводчи. Первая как раз-таки черничный морс. Вот эта вот розоватая помада. Но она приятная. Цвет очень красивый, да. И вторая кофе с молоком. Выглядит вот так. Вот как раз-таки он, этот оттенок, и идет, наверное, больше с сиреневым подтоном. Да, я сказала бы именно так. Но красивый и тот и другой оттенок красивый. Не знаю, подойдет ли мне вот этот светлый нюд. Посмотрим. Но вот этот черничный морс смотрится на мне очень красиво. И вот я вам решила показать бытовую химию. Вот она, Соникс Био. Европейское качество, но производство наше. Таблетки для посудомоечных машин. Точно такой же я по ласке в селе взяла, но я его уже убрала. И соль. Вот название марки. Не знаю что, но попробуем. А также взяла соль. Какой-то Golden Class немецкий. Вот. И Биомио таблетки. Я уже не раз их покупала. Хорошие таблетки, экологичные. И взяла, по совету Даши Красавичной, крем от глазки, от Лагона из гранатовой серии. Очень интересно попробовать. Она сказала, что сейчас днем с огнем этот крем не найдешь. Не сыщешь. Но вот на озоне я случайно его увидела. Поэтому решила до кучи положить в корзинку. Буду пробовать. И еще две посылки, наполнение которых я вам также хочу показать в этом влоге. Посылка с корейской косметикой. Давайте начнем с того, что я заказывала. Это от Мизон интенсивная. Увлажняя. Так. Это что у нас тут? Это дымка. Да, буквально написали мне недавно в комментариях, что-то вы не снимаете видео про дымку. Я, честно говоря, не знаю, что сказать. Дымка живет у нас уже почти месяц. Дымка. Кс-кс-кс. Посмотри. Вот такая красавица. Живет дома. Лазит. Везде, где хочет. Спит, где хочет. Давайте несколько слов скажу про дымку. Раз были вопросы, потом вернемся к косметике. В общем, она у нас прожила две недели. И затем тут такая странная, запутанная история. Наша соседка пришла и говорит, я знаю, откуда этот котенок. Его выкрали, что ли. Ну, в общем, перенесли на другую сторону дороги и бросили уже здесь у нас, в наших домах. И она почему-то выбрала наш дом. В общем, говорит, я знаю ее хозяев. И вечером к нам приходит мужчина с мальчиком. И опознали в ней свою кошку. Говорит, да, это наш котенок. Но Антошка мой так полюбил эту киску, что расплакался. Не хотел с ней расставаться. Хотел прятать ее. В общем, как ребенок обычно себя повел, который не хочет расставаться с животным. И там мальчик был постарше. И говорит, ну ладно, пусть она остается. Видимо, не так сильно она нужна была. Но по итогу, хвостик этот. Все котята, которые были у кошки, их было трое. Вот одного отдали этому мальчику, мужчиной. В общем, у всех котят были вот такие загнутые хвостики. И нам сказали, что на самом деле кошка породистая. Вот. Дымка живет у нас уже почти месяц. Да, Дымка? Дома. Спит где хочет. Ходит где хочет. Вот сейчас, видите, на кровать улеглась. Поправилась немножко, потому что была прям худая такая. Очень хорошая кошечка. Очень ласковая, очень добрая. И вы знаете, вот когда даже Даша берет ее на руки, она ее может взять по-всякому. Иногда может и за шейку взять. Конечно же, я контролирую. Но бывает и такое. Она не царапается. Она не агрессивная. Она наоборот как бы обмикает. То есть такое есть у нее свойство, что она расслабляется и висит как тряпочка. То есть как плюшевая игрушка, абсолютно адекватно относится, понимает, что это ребенок. Когда играть, с ней играют, она тоже играет и пытается коготки выпускать. Но так вот, когда Даша ее носит, то, в общем-то, она ведет себя очень и очень хорошо. За что мы ее и полюбили и за что, собственно, оставили дома. Не такая похабная кошка, не гадит нигде, ничего. То есть у нее одно место, она выходит на террасу и вот там ей мы поставили ее лоточек. В него она, собственно говоря, и ходит. Вот все, она укладывается спать. Много времени посвятила я Дымке. Итак, возвращаемся к косметике, а конкретно к посылке с корейской косметикой. Все средства от Mizon. Первое, что я заказала, это увлажняющая маска под глаза с лифтинг эффектом. Я давно хотела попробовать ее и вот взяла. На самом деле я делала заказ вот из-за этого средства. Искала его на всех сайтах и нашла только на сайте Top Cream, который пишется через Defeas, новосибирский сайт. Ссылочку я тоже оставлю. Много лет я заказывала там. У меня два было сайта в фаворитах BB Face и Top Cream. Но, в общем-то, на BB Face не было, поэтому пришлось заказать там. Вот такая вот увлажняющая эссенция с гиалуроновой кислотой. У меня подобная вещь есть сейчас в уходе. Осталось прям там буквально немножко, поэтому я заказала ее. Отличная. Что я про нее думаю, можете посмотреть в уходе за лицом. Пластиковая бутылка. И вот такая вот немножко гелеобразная консистенция самой эссенции. Отличная. И еще один продукт. Это какой-то увлажняющий тоник. По-моему, да. Какая-то увлажняющая вода. Ну, в общем, тоник тоже с гиалуронкой. Вот такой. Какую-то баночку мне вложили с порошком. Я не знаю пока на самом деле, что это. Это был подарок. Вот. И вот так же пробник. И еще у меня есть коробочка L-Box. Давайте тоже быстренько посмотрим наполнение вместе с вами. Мурчит. Надеюсь, мешать она не будет своим мурчанием. Итак, открываем. Я уже, конечно же, посмотрела. Вот открытка, что входит в комплект. И давайте быстренько просто пробежимся по наполнению. Полноразмерное масло для волос. Сухое масло от DAV. 100 мл. С маслом африканской макадамии. Вот оно. И стоит оно 480 рублей за 100 мл. Дальше. Блеск для губ от Catrice. Made to Stay. Который до 8 часов держится на губах. И это оттенок 0,40. Вот так называется. Честно говоря, вот подобный блеск. Это четвертый блеск, который мне вкладывают в коробочку. Ну, вот как-то, знаете, было бы здорово, если было бы какое-то разнообразие в оттенках. Закупили, видимо, вот такие оттенки. И до сих пор раскладывают их по коробочкам. Хотелось бы что-то другое попробовать. Вот этот блеск придется опять кому-то пристраивать. В целом, хороший продукт. Довольно, но хочется другой оттенок. Вот этот лак от Nail Look тоже уже третий раз попадается в коробочке именно в таком оттенке. Красивый. И на этот раз я оставлю его себе. Буду использовать для педикюра. Вот такая штучка. Батончик. Натуральный батончик без сахара, шелковицей и имбирем. Тоже бонусный такой вариант. Nourish, наверное, да? Это увлажняющий шиммер для лица. Здесь такая маленькая баночка. Если полноразмерная версия 30 мл стоит 1880. Кстати, не сказала, блеск от Catrice стоит 310 рублей. Здесь вот такая вот малышка. Это кремовый хайлайтер. Я уже пробовала его. У меня был подобный ранее. Хорошая вещь, очень интересная. Франджепани Organic Thai. Это шампунь для волос. Тоже уже второй раз попадается. В целом, кто хочет познакомиться с этой маркой, очень даже большой размер, 60 мл, надолго хватит. Мне не нравится ни аромат, который здесь есть. Такой, знаете, прям вот советский одеколон. Ничего с собой поделать не могу. Именно запах советского одеколона. Дымка. И волосы пересушивает. Я знаю, что многим нравится, но мне не подходит этот шампунь. И еще, что тут у нас еще? Мастерская десертов. Пирожное, макарон. Смотрите, как красиво. Это тоже бонус. А, да. Пробник парфюма от Lancome. Трезор Лануит. Вот и все наполнение. На этом видео я свое хочу закончить. Благодарю вас за внимание. Влог подошел к концу. Если он вам понравился, ставьте пальчики вверх. Не забывайте оставлять комментарии. Всем пока. Увидимся. Дымка. Кс-кс-кс. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok